Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс начинает свои программы в Чикаго раннее утро на 11 августа. У микрофона руководитель центра Майкл Мелехов наши координаты. Тройное W сангейтсрадио.com и сангейтс108 это наш скайп, по которому вы можете задавать свои вопросы, оставлять свои комментарии, замечания и так далее. Ну кто желает позвонить пожалуйста 847-226-9956. Ну а сегодня у нас так сказать внеочередная программа, поскольку несколько дней назад, два дня тому назад не состоялась программа по техническим причинам с доктором Борисом Увайдовым, который сейчас находится на территории России и Украины по приглашению достаточно серьезных медицинских кругов. Ну и дает презентации, консультации и обучает людей, как действительно доктор должен делать, как жить здоровой жизнью. У нас сегодня идет четвертая передача в цикле, в цикле как причины заболевания раком. Раковое заболевание и причин много. В прошлой программе мы освещали доктор о том продукты, которые можно есть, которые нельзя есть. Ну а сегодня в преддверии очередной презентации доктора мы совсем рано начинаем нашу программу. В Чикаго еще только 6.45 утра, ну а на территории Москвы и Киева 14.45, что в общем-то разгар дневного дня. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. Доктор, здравствуйте. Я, в общем-то, рекомендацией, в общем-то, к здоровой и счастливой, будем так говорить, жизни. Все эти файлы, все эти диски, все эти книги в принципе доступны, поскольку сегодня у нас это делать очень легко. У нас это все происходит на интернете, поэтому если у вас есть желание с этим ознакомиться, пожалуйста, обращайтесь опять же к нам, обращайтесь к нашим сайтам, Facebook, это SunGate Radio. Ну, если кто захочет персонально, Майкл Мелехов, вы можете меня найти тоже на Facebook и в YouTube. Доктор, давайте тогда приступим к нашей теме сегодняшней программы. И эта тема будет у нас опять же причиной возникновения раковых заболеваний. О чем вы хотите сейчас нас, так сказать, просветить? О том, что одно из пропущенных звеньев, которые я разделяю лжеученые и настоящие ученые, значит, здравоохранение почему-то пошло именно на то, чтобы заблудить, запутать и как бы создать атмосферу болезни. Значит, современная медицина, я думаю, что не только ошибается, она просто это сделала в специальной форме, чтобы было больше заболеваний. И эта пропаганда началась, как я помню, где-то с 80-х годов. Наука и искусство гелиотерапии была забыта в 60-е годы. Значит, у нас применялись гелиотерапии, это наука и искусство лечения солнечным светом. Вот. Солнце, ну как бы в течение десятков тысяч лет, значит, благодаря солнцу все движется, существует и живет. Солнце — это светило, которое дает максимум энергии, или, значит, вся энергия, она идет от солнца. Так вот, солнце — это наш друг. В десятки тысяч лет все древние народы, они встречали и провожали солнце на уровне религиозных обычаев и традиций. Ну, простите, я немножечко вас перевью, на секундочку. Ну и сегодня, собственно говоря, эта традиция не забыта. Это правда, она существует в основном на востоке, где встречают, и есть такая специальная йога, ну, скажем, цикл упражнений, которые называются, по-русски это «Приветствие солнцу». Да, вот эта йога, которая занимается лечением солнечным светом, называется «Сани-йога». Каждый может посмотреть лечение солнечным светом. Так вот, вся Европа приняла гелиотерапию после Парацельса. Было научно доказано, что солнечные лучи несут не только свет, здоровье, но и здоровую психику, здоровый ум. Значит, для чего вот эти древние народы, особенно египтяне, они как бы были солнцепоклонниками. Все древние нации были солнцепоклонниками. То есть, они прославляли Бога через солнце. То есть, они не солнцу молились, они молились Богу через солнце. Знак благодарности. Да, Бог Ра. Оттуда пошли русские слова «радость», оттуда пришло много слов, которые имеют коренное слово, главное слово это «ра». Это именно греческий Бог солнца. И жрецы, они как раз-таки день начинали, и они знали все изотмения солнечные и так далее. И они следовали очень многим обрядам. Да, так вот, эти обряды до сих пор где-то существуют. Я лично солнцепоклонник, поэтому я не пожалел денег и купил, ну, где-то 25 книг самых знаменитых ученых. Один из них вот перевели, это Андреас Морец, французский ученый «Лечение солнечным светом». Вот. Вообще, он очень просвещен, у него очень много книг. Вот. То есть, он ничего нового нам не сказал, он просто сказал то, что говорили и говорят настоящие ученые. Потому что эта наука, она, ну, как бы, издалека идет уже. Как я сказал, с древнего Египта, значит, и римляне, для того, чтобы укрепить здоровье гладиаторов и усилить мышечную силу, выводили этих гладиаторов перед сражением на солнце. То есть, сразу все поднималось на высшем уровне. А теперь я хочу рассказать, вот смотрите, древние египтяне, они, когда делали ритуал с солнечным светом, они, значит, не моргали, а смотрели прямо на солнечные лучи. И, как только выходит солнце, в течение полчаса оно безвредно. Простите, существует, я не знаю, как было раньше, и, может быть, и сейчас у древних египтян, которых уже и в помине нету. Те египтяне, которые были, это не эти египтяне, которые живут на территории Египта. Но, тем не менее, существует так называемый ультрафиолетовый индекс. И сегодня смотреть на солнце при повышенном ультрафиолетовом индексе, ну, так описывается, я не знаю, вы поправите, возможно, неблагоприятно, мягко говоря. Даже когда она выходит, если вот просто день такой солнечной активности. Значит, я говорю, что современные лжеученые настолько все запутали, что сделали солнце врагом здоровья человека. На самом деле, все наоборот. Значит, везде все ложь, свистня и провокация. Значит, говоря об ультрафиолетовых лучах, значит, как я сказал, без них человек больной. И раком, и всякими другими болезнями. Почему? Объясню. Значит, когда, значит, если солнце бьет на тело, то по закону природы, который Бог это сделал, превращается, значит, холестерин в витамин D. Значит, витамин D это гормональный витамин. Его не хватает человек больной. Всеми болезнями. Там и остеопороз, остеосклероз, болезни печени и почек. Это слабая иммунная система. И это нарушение и поражение эндокринной системы. Так вот, эти древние настолько были мудры. Почему? Потому что здоровье вели жрецы. Жрецы были ученые. Как тогда, так и сейчас человек нуждается в ультрафиолетовом свете. Даже больше намного, чем тогда. Так вот, ученые, настоящие, проводили опыты в школах. Значит, участия, которые не получали ультрафиолеты в классах, болели практически 80-90% всеми простудными болезнями, ангинами. Вот. Были малокровные и не способны были учиться. Там очень много было ментальных заболеваний. Не хватало солнечного света. А те ученики, которые получали кварцевое обучение и были достаточно долго на солнечном свету, учились прекрасно и были единичные слушания инфекционных заболеваний. О чем это говорит? Что ультрафиолет – это не враг, а это наш друг. Значит, не только ученые, русские врачи в 50-х, 60-х годах, врачи-педиатры рекомендовали матерям, чтобы предотвратить рахит, нужно идти на солнце. Значит, педиатрия уже знала в эти годы, что солнце необходимо для ребенка для того, чтобы укреплять костную ткань, зубы, иммунитет, кровообращение. Все зависит от солнечного света. Там же есть еще другие спектры. Там есть еще ультрафиолетовые инфракрасные лучи. Ну, как бы рекомендовалось всегда, если люди едут в отпуск, особенно где солнечная активность, естественно, выше, чем в северных районах, то, ну, примерно до 8 утра рекомендовалось быть на солнце, 8 может быть где-то до 9, после чего рекомендовалось от солнца уходить. Ну, мы не говорим даже о том, что там люди сгорали и так далее. То же самое вечером, после 6 часов вечера. И вот в этих спектрах рекомендовалось находиться. Это правильно или нет? И правильно, и неправильно. То есть скудная, недостаточная информация, которая обязательно поведет человека делать большие ошибки. Непростительные. Значит, согласно многим авторитетам, как Андреас Морицев, он хорошие примеры здесь приводит. Значит, я уже читая и обосновал, что лучи, в зависимости от времени года, да, там разное количество этих лучей, и инфракрасных, и ультрафиолетовых. Время не года, простите, где? У нас же время года у всех по-разному. Это есть время года, где зимы вообще не бывает? Так вот, выслушай сначала. Да. Значит, в южных районах, ближе к экватору, там наибольшее количество ультрафиолета и других лучей, солнечных лучей. Там, где экватор, там ближе всего Земля располагается от Солнца. Самое короткое расстояние, и там больше ультрафиолета. Значит, меньшее количество часов надо проводить под Солнцем. А там государства и стран, где, значит, Солнце бьет на, вот так, по, не такой линии сверху вниз, а наоборот, вот под косой, 45 градусов, там дольше можно находиться. Есть ласковое Солнце, есть Солнце в Зените, вот, значит, с 8-ми, с 9-ти, в зависимости, где человек, желательно до 11-ти, пол-двенадцатого. Андрея Морриц говорит, до 2-х часов. Но я считаю, что в 2-х часа уже вредны вот эти радиоактивные лучи, которые могут принести небольшой вред. До 4-х часов. С 4-х до 7-ми, пожалуйста. Вот в Калифорнии я это точно знаю. Значит, с 9-ти, там, с 8-ми до пол-двенадцатого и с 4-х до 7-ми. Скажите, по, ну, так сказать, по ассоциации, а как насчет того, что у нас сейчас все вот эти вот озоновые дыры, они все увеличиваются, увеличиваются, как насчет этого СМОГа, то есть, все то, что было когда-то раньше, сейчас уже все по-другому? Значит, вот эти бизнесмены, они, значит, дают им, значит, официальная медицина дает большие деньги, допустим, профессор Колумбийского университета. И, значит, дальше идет там Оксфордского университета и так далее. Напиши статьи о вреде Солнца. Вот. Для чего это делается? Значит, если Солнце такое вредно, значит, надо напугать до смерти людей, чтобы они покупали защитные, фотозащитные кремы, лосьоны, мазали всякой гадостью, которая и вызывает раковые заболевания. А как насчет темных очков? Еще хуже. Значит, что говорят ученые? Значит, там, где не хватает ультрафиолета, допустим, вот черные очки, да, значит, под черными очками будет не хватать этих лучей, благодаря которым в этом месте начинается кожный рак. Как ученые это узнали? Значит, они делали анализы и сравнивали. Сельскохозяйственные работники болели в сто раз меньше, чем конторские работники. Значит, у конторских работников, которые сидят в зале и не имеют достаточно солнечного света, болеют в сотни раз больше. И это все было зафиксировано не мной, а ученым. Я просто передаю это. Значит, там, где не хватает ультрафиолета, там болезни, там патология и там опухоль. Значит, вот эта злокачественная меланома, сквомоз, целкартинома. Я же работал в международных центрах, и я видел, что вот те, которые пугаются солнцем и не знают, как пользоваться солнцем, у всех, у большинства с опухоли, это те, которые боялись солнца. Солнце не источник болезней и опухолей, а солнце излечивает опухоли. Все наоборот. Вот. Дальше смотри, что получается. Почему одни болеют кожным раком или другим раком, а другие не болеют? Значит, если бы солнце было вредно, бы все болели раком. Логично? Наверное. Хотя, наверное, есть какие-то и другие причины. Но, допустим. Вот. Поэтому я вот сейчас раскрою, почему одни болеют, а другие не болеют. Значит, первое, что надо знать, это чем чище кровь, тем здоровее человек во всех отношениях. Тем он умнее, у него хорошая память, интеллект и так далее. Все от крови идет. Чем токсичная кровь, вот, чем больше зашлакована кровь, тем быстрее может образоваться раковые опухоли. Значит, когда солнце бьет на кожу, это опухоль, вернее, предраковое состояние уже, оно в крови. Предраковое состояние. Оно быстрее обнаруживает рак. Потому что скорость крови увеличивается в десятки раз, когда солнце бьет на кожу. И этот рак, который был, который никакими анализами, тестами не могли врачи выявить, вдруг выявляется, и получается такое иллюзорное представление, что солнце виновата. На самом деле, солнце быстрее вывел этот рак. Если бы не солнце, попозже был бы этот рак. Это понятно или нет? В общем, да. Значит, солнце не провоцирует, не источник рака, а солнце быстрее выявляет рак из крови, раковые клетки в крови, прямо на кожу. Значит, отсутствие витамина D, который является гормональным витамином, приводит к остеопорозу, приводит к разбитому иммунитету, приводит сотни-сотни различных заболеваний. Что дает солнце, когда бьет прямо на кожу? Кстати, когда человек принимает загар, у него вырабатывается вот этот пигмент, называется меланин. Вот темнокожий, допустим, я не светлокожий, и я не буду бояться. Почему? Потому что у меня много этого пигмента. А у кого нет пигмента, нужно знать, как загорать, чтобы этот пигмент сделать. Есть народы, которые боятся, потому что у них очень большие реакции. И это все от крови идет. Если кровь очистить, сначала подготовить, а потом можно выходить на солнце. Значит, когда солнце бьет на кожу, то тогда вырабатывается витамин D и трансформируется энергией где-то на 5-10%. А когда человек медитирует на солнце и смотрит на солнце через зрачок, трансформируется 95% энергии. Даром. Без единой копейки человек может заряжаться этим солнцем, которого так боится. Значит, невежество и недостаток здания ведет человека к болезням и к ракам. Доктор, давайте мы, может быть, не знаю, как это вы как скажете, но существуют ведь и другие причины. Скажем, если мы говорим о заболеваниях, связанных с отсутствием солнца, и это является причиной кожных, раковых, допустим, заболеваний, то, о чем мы сейчас беседуем, то ведь, наверное, есть еще и другие причины, потому что эти причины не лежат в области, скажем, нашего физического тела, они лежат, скорее, в области нашего ума, нашего состояния эмоций и, в общем-то, даже каких-то кармических. Это отдельная, безусловно, тема, то есть это очень необычная, она будет вызывать, естественно, много споров, потому что это все как-то такие вот восточные тенденции или альтернативные какие-то, скажем, методики то ли определения болезней, то ли лечения болезней, но, тем не менее, здесь же нельзя сказать, наверное, то, что именно, да, это все очень важно, отсутствие солнца, естественно, приводит к очень серьезным заболеваниям, но и эти тоже причины все-таки надо принимать во внимание. Понимаешь, Миша, я рассматриваю человека как совокупность душа, дух и тело. Так вот, недаром говорят, здоровый дух в здоровом теле, да? Вот, одно связано с другим. Если человек не получает достаточно солнечного света и не общается с солнцем, конечно, нужно научить его, так? То он больной человек и ментально, и физически. Я знаю много медиков, которые категорически запрещают и своим пациентам, и сами боятся солнца, и сами больные, и ментально больные, и физически больные. Почему? Значит, так запрограммировал нас Господь Бог, что когда мы контактируем с глаз с солнцем, и тело с солнцем, у нас вырабатывается гормональный элемент мелатонин. Это питание для шишковидной железы. Она заряжается. И когда она заряжается, у нас вырабатываются эндорфины и гормоны счастья. И нам хорошо. Солнце всех согревает. Посмотрите, все звери любят солнце. Виноград, деревья и так далее. Все тянется к солнцу. Как она может быть врагом человека, когда благодаря солнцу все двигается, живет и существует? Но надо научиться пользоваться солнцем. Надо научиться пользоваться солнцем. Безусловно, все правильно. Ну вот мы уже упоминали о том, что существует практика. Это упражнение, которое называется сурья намаскар, вообще-то говоря, на санскрите это приветствие солнцу. И многие люди это действительно делают, потому что рабочий день начинается именно с такого упражнения. И, кстати, я читал, ну, одна из книг академика Нарбекова была о том, как научиться смотреть на солнце. То есть, почему люди не смотрят, почему они не носят солнцезащитные очки? Потому что, как только они глянули на солнце, начинает слепить. Но у него не просто так. Он же тоже ничего не открыл. Он, в принципе, вот достал это все, то, что было известно, и начал писать об этом. То есть, там есть методика, как все-таки смотреть на солнце. И есть же люди, которые называют себя пранаедами, если бы это было так вредно, так как бы они тогда вообще существовали? То есть, они вообще как бы и не питаются, и даже некоторые из них вообще не пьют. Ну, то есть, буквально несколько глотов в течение дня, и как-то они почему-то здоровы. Поэтому тут сомнения в этом нет, о том, что это действительно, мы просто не умеем пользоваться этим. У вас есть какие-то, вот, скажем там, рекомендации, вот по ходу дела, как пользоваться этим? Упражнения какие-то, возможно? Миша, между нами, я бы с удовольствием сам перешел на солнцеедение, и пранаедение. Это, как бы, будет моим хобби. Почему? Зачем тратить столько времени на приготовление пищи? И денег. Да, да. И это столько времени, особенно женщинам, это было просто золотое дно. Не тратить время на питание. Поэтому, что... Да, простите, еще одна буквально маленькая ремарка, и я больше уже не буду, так сказать, вас прерывать. Вы знаете, в ведические времена все то, что росло под солнцем, поэтому, кстати, бэки и коровы, они считаются священными животными в Индии, в данном случае Индия, ну, это не веды, но тем не менее, там соблюдают эти обряды обычай. Так вот, почему? Ну, корова дает молоко, а бык, в общем-то, на быке распахивает землю и сеют, скажем, пшеницу, из которой потом делают хлеб, это источник питания. Так вот, все то, что росло под солнцем, оно считалось очень и очень благоприятным. А то, что растет в земле, ну, к примеру, семейство посленовых, да, картофель и так далее, это все считалось очень и очень вредным. А сегодня, ну, сегодня по-другому. Может быть. Для меня, где человек вырос, где он родился, вот там его пища. И травы, и пища. Во мне генетические клетки уже привыкла, и это сотни, может быть, тысячи лет, поколения. Вот. Поэтому, ну, традиционная Россия, чем она питалась? Черемша, там, лук с жжаной хлеб, овощи, морковь. Мясо очень редко было. И они ели два раза в день. И Китай, и Корея, все. Восток питался два раза в день. Так я хотел подчеркнуть, что солнцеедение, это наука будущего. Я очень заинтересован был, когда прочитал, что есть люди, которые не едят и даже не пьют. Питаются праной и солнечной энергией. Один из них такой был, значит, с Индии был, инженер бывший, тогда он был лет 65-66. Он приехал в Америку. Хироматик. У него там много трудов. И он это взял у йогов, древних. Как принимать солнечное, питаться солнечной энергией. Восемь лет ничего не ел. И когда приехал в Америку, его, значит, заинтересовались эти службы, FBI. Подключили его там в больницу и наблюдали его 3 месяца. Что он ест и что он пьет. Иногда он пил чай. Вода, чай. Все. Больше ничего не ел. 3 месяца. Потом подключили его в научно-сельском институте. И он давал лекцию, я помню, в Сан-Диего. Я все бросил. Я тогда жил в Лос-Анджелесе и уехал в Сан-Диего. Собрал людей, американцев. И начинал рассказывать, как он, его методика, как перейти на солнечную энергию. И постепенно увеличивает количество контакта глаза с Солнцем до 44 минут. Это уже концовка. И там заряжаются вот эти центры. Гипоталамус, шишковидная, гипофиз. Она как бы заряжается, как аккумулятор. Потом уже можешь не смотреть. И вот эти ритуалы он нам всем рассказывал. До сих пор у меня эти записи есть. Я купил ему все книги, которые он написал. Существует около 30-40 тысяч параноидов и солнцеедов. Все можно почитать на инете. Но настолько зомбировали людей, Миша, что люди смотрят, слушают и не верят. Надо их разгипнотизировать. А это уже самый настоящий гипноз. Потому что так просто человек не может понять. Вот он может слышать правду и не понимать. Вот это и есть гипноз. Или зомбирование. Вот. Значит, с чем мы добиваемся этим витамином D? Когда человек имеет контакт с гладом солнцем, вот это, значит, через эпифис, это такая маленькая, как и виноградина железа, и через зрачок, когда луч света проходит, он отражается на сетчатку, то есть и стимулирует нерв, который заведует этой сетчаткой, и там сразу улучшается кровообращение. Значит, и зрение улучшается. Без солнечного света человек будет слепой, как куры, как все птицы. И вот представь себе, а еще шесть лучей, значит, один луч идет прямо в глазное яблоко, иннервирует, в глазной нерв, а другие шесть идут дальше во все органы ткани и системы, и каждая луч имеет свой цвет. Этот цвет имеет свою вибрацию и заряжает ее высокой солнечной вибрацией, энергией света, и эти больные органы начинают восстанавливаться без единого, без единой таблетки. Так вот, потому что все болезни, включая рак, это низкочастотные вибрации, а солнечные вибрации самые высокие в природе. Значит, получается, вот эта батарея, которая очень низкая у человека при болезнях, она начинает заряжаться вот этой солнечной энергией, и организм начинает выздоравливать. Без витамина Д человек больной. Что бы там ни говорили врачи, как бы его ни лечили, без солнечного света ни одну болезнь нельзя вылечить. Это мое заключение личное. Доктор, скажите, влияет ли на выздоровление какие-то, скажем, преграды, типа окна, стекла? Абсолютно верно. Значит, раньше, в мое детство, вот эти окна были стеклянные, они пропускали солнечный свет ультрафиолет. А если в настоящее время там какая-то пленка делается, которая не пропускает, так вот, древние народы, когда они жили, у них было отверстие для того, чтобы солнечный свет падал, чтобы ультрафиолет действовал и давал пользу человеку. Вот. Поэтому с нашей цивилизацией прекращается воздействие ультрафиолета на человека. Вот. Это очень важно. Ультрафиолет в горах, вот смотрите, чтобы не быть голословным, Поль Брэк, который имел туберкулез, уехал в горы и там вылечился этих гелиотерапевтов. Значит, туберкулез и в Ташкенте, где я жил, в горах лечили туберкулез. Врачи. Ну, почему сейчас не лечим? Ну, не только в горах, по всей вероятности. Кстати, я вспоминаю о том, что, ну, это было очень и очень давно, София Ротару, у нее было серьезное заболевание, связанное с легкими, и ей было рекомендовано сменить место жительства. Она жила, насколько я помню, в городах, я не помню, в Киеве или это был другой город, но она переехала в Крым. И в Крыму, в Крыму она вылечила солнце и горы. Крым, это же горы, все-таки тоже. Я, кстати, недавно приехал из моря, Черного моря. Вот. Я, значит, любовался, какие прекрасные тела молодые, шоколадного цвета. И приятно смотреть. А белая, малокровная кожа, неприятно смотреть даже. Сама природа предусмотрела, чтобы человек получал вот этот загар. белонин, без которого человек болеет. Когда я вижу белую кожу, значит, у него есть малокровие. Даже если анализы будет говорить, все нормально, все хорошо, нет, у него малокровие. А как насчет того, что люди лежат под солнцем, уезжая куда-то и жарятся именно для приобретения вот этого вот цвета загара? Очень хорошо. Но я как сказал, что люди не осведомлены, как правильно пользоваться солнечным светом. Потому что солнце это как электрический ток. Глупец, если возьмется за электрический ток, его убьет этот ток. Значит, ребенок тоже случайно может взять и он может погибнуть. Солнечный свет может дать солнечный удар. Нужно постепенно принимать эти солнечные лучи. В моей книге «Восстань и исцелись», «Восстань, проснись и исцелись». Я там говорю и обучаю, как лечиться солнечным светом. И это очень важно. Информация о том, как пользоваться и когда применять этот солнечный свет. Сразу нельзя применять солнечный свет. Потому что у нас очень токсичная кровь. Об этом говорил доктор Гоффман. что почему там происходят какие биохимические реакции, что у нас получается рак. Оказывается, когда человек ест вот это токсичное масло, растительное масло, да, и там еще очень много токсичных элементов, то есть нечистая кровь. И слизь, и холестерол, и налеты, испорченные сосуды. И когда солнце бьет, там вырабатывается значит фермент, который называется простагландин в избыточном количестве. И получается сгорание кожи. Вот это предраковое состояние и предраковое состояние кожного рака. Когда человек обгорает, это признак того, что это опасно. миша не обгорает, у него никогда не будет рака. Ну практически все обгорают, если лежат на солнце, жарятся, конечно, не в 6 утра. Обгорает, это уже красная кожа, она болезненная, она зудит, это уже болезнь. Обгореть нельзя. А вот слой за слоем, когда равномерно идет загар, это полезно. И это не обгорание, миша. Это совершенно разные вещи. Вот видите, даже в твоем возрасте ты не знаешь, как правильно загорать. Я как раз таки знаю, как правильно загорать, я редко обгораю, на самом деле. Я не к этому, я просто говорю о том, что люди, когда приезжают куда-то под солнце на юга, как мы ездили, или сегодня у нас в Соединенных Штатах ездят все в Мексику, то первым делом, выходя на солнце, они начинают смазаться вот этими защитными SPF там 30, 40, 50 и так далее, защитными вот этими спреями, аэрозолями и так далее, чтобы не обгореть. Значит, вот как я сказал, каждый имеет степень токсичности крови. И когда значит капля переполнения, тогда уже будет опасно, может быть рак. Но зачем допускать до этого? Сначала надо очиститься, подготовить себя к солнцу. вот так вот количество большого простаглодина и этих токсических элементов, это и есть главный источник всяких болезней, включая опухоль. Три кожных рака. Так вот, смотри, Миша, я решил проверить на себе. Почему? Потому что мои дети были в страхе, потому что везде в школах везде пропаганда, паранойя, что вдруг солнце стало таким вредным, что оно вызывает все болезни. Стареет кожа, вызываются разные болезни. Вот такая пропаганда шла. И мои дети были в страхе. Я говорю, давайте сделаем такой опыт. Где больше солнца? В Лос-Анджелесе или же там в Экваторе? Там ну хорошо, я еду за свой счет в Коста-Рику. там больше жары, нам много, это же близко к Экватору. И я буду испытывать, но я же не буду вас обманывать, вы мои дети, я вас очень люблю. Но я это сделаю, рискую, но я знал, что у меня не будет никогда рака кожи, у меня чистая кровь. Вот. Я, значит, с утра, значит, приехал в Коста-Рику, с утра с 9, прямо около моря находился, с утра с 9 до заката солнца, и я загорал. То есть, я уже был подготовлен. До сих пор жив, Миша. Замечательно. Вы знаете, я скажу больше. Как-то было время, я поехал на Экватор. Я был в самой, я был в Индии, в самой южной точке Индии. Город такой есть, Каньакумари. Впервые я видел, где солнце садится, восходит и садится практически в одной точке. Ну, то есть, нет угла. Вот она заходит в этом месте, вот особенно, если смотреть на море и на океан. И там мы видим, где заходит солнце, потом, где оно восходит, но оно восходит примерно там же. и там на всех буквально зданиях построены такие типа смотровые вышки, где все выходят. То есть, вот в пять утра, можете себе представить, чуть, может быть, раньше, люди выходят туда. Это те люди, которые идут на работу, индусы там, которые там действительно работают, они выходят туда, они встречают солнце. Это как обряд. и мы там тоже не сгорали. Мы с женой там были, и мы не сгорели. У нас цель, правда, была другая, не испытывать на себе воздействие солнечных лучей, но находясь там в таком климате, под солнцем надо было находиться целыми днями, а мы довольно длительное путешествие предпринимали. Вы знаете, мы не сгорали. Это правда. То есть, надо уметь пользоваться солнцем, солнечными лучами. Это действительно я вспоминаю о том, что вы говорили. Мы, кстати, это упоминали. У меня, кстати, задавали вопросы по поводу вот одной из передач, когда мы говорили о воде. И вы рекомендовали, как заряжать воду. То есть, вода должна быть, ну, скажем так, дистиллированная, но проходящая через определенный агрегат, называемый дистиллятором. После этого эту воду надо было бы желательно зарядить. То есть, поставить ее как минимум под солнце. Ну, если это летом, так тут нет проблем. Если зимой, ну, это сложнее, скажем, в наших широтах, где мы находимся. А у вас в Калифорнии, да, солнце, оно так практически круглый год. Так вот, это вот витамин D, да, действительно, это то, чего не хватает. и принятие принятие этих витаминов, синтезированных витаминов D, которые мы где-то можем там найти в аптеках или там в каких-то там других магазинах, где есть фармаси, это, конечно, полная глупость. Это никогда не заменит того настоящего натурального витамина D. Да, я вот еще хотел помянуть еще. Кстати, они сказали, что я целый месяц там был, да, и каждый день я был под солнцем. Я приехал, я говорю, вот видите, дети мои, ваш папа жив и здоров. Я чувствую себя в два раза крепче, сильнее, жизнерадостнее. И как вели себя дети? У них был страх. Потом постепенно, постепенно я им выбил этот страх. Я доказал им, что это все пропаганда. Потому что в школах вбивали это каждый день. Будьте осторожны. Солнце вредно. Ну, вы сами понимаете, политика. Ну, я чего хочу сказать. Мне надо тогда в этом месте, в этом месте, простите, сделать то, что называется дисклеймер. То есть, руководство центра радио не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире. Мнение есть мнение. И мы, когда говорим и говорим о таких серьезных вещах, это просто информация. Как эта информация будет пользоваться наши радиослушатели, это, так сказать, аптузем. по-английски. И усмотрение, да, каждого человека. И усмотрение каждого человека. Кто-то поверит, кто-то не поверит. Но, надо сказать, что это не то, что придумал доктор Увайдов, или то, что кто-то там другой. Это действительно есть везде. Сегодня с помощью интернета можно это все найти и прочитать, и книги, более того, эти все найти и прочитать эти книги. Скажите, какие бы вы книги рекомендовали нашим радиослушателям? Есть такой сайт sunhealing.com sungazing.com sungazing.com Да. То есть смотреть на солнце.com Есть много сайтов в отношении солнечного света и так далее. Интересные данные я получил, когда узнал, что африканцы, которые никогда не имели контактных линз и очков черных, никогда не имели проблемы со зрением. И наоборот, значит, африканцы, которые приезжали в Америку и носили черные очки уже, эта цивилизация, начинались проблемы со зрением и со здоровьем. Это факты. я, честно говоря, никогда в своей жизни не одевал черные очки. Потому что мне приятно, когда солнце бьет в глаз. Я могу смотреть на солнце, не щурится. я сделал один опыт. Это было, сейчас скажу, в Сан-Диего, когда я жил. Уехал я из Союза в 79-м году. У меня были проблемы с глазом, поскольку мой дед тоже как бы наследственное предрасположение. И я, когда узнал эту информацию, я стал смотреть на солнце. Ну, это надо научить человека, а то он может все испортить. И так, где-то полгода, около года я смотрел на солнце несколько раз в день, контакт глаз с солнцем. Вот. Один глаз был лучше, другой у меня была, значит, близорукость. Я много читал, может быть, из-за этого тоже развилось. Я пришел к оптиметристу. У него там было, наверное, 10-15 приборов. Большой такой зал, все. И он меня стал гонять. Сюда смотри, сюда, сюда, сюда смотри. Вот. Его заключение. Как в вашем возрасте вам удалось иметь такое зрение, орлиное зрение? Все на 100%. Я хотел сначала ему сказать, но я не сказал, что я смотрел на солнце. Я просто спросил такой вопрос, провокационный. Скажите, а вот если бы я смотрел на солнце, это опасно вообще смотреть на солнце? Он говорит, конечно, опасно. Ты можешь сделать макулу дженерейшн. Я подумал, но я же уже около года смотрю, но никакого дженерейшн макулу не было, значит, тоже ложная информация. врачевание, сказал Залмана, не только наука, но и искусство. Хорошо. Ну, надо сказать, что у нас в центре и на радио Сангейс и Сангейс радио у нас есть такая программа, она называется Doctors and Healers, что в переводе означает доктора и целители. То есть когда-то не было вот такого разночтения доктора и целителей. Доктора и были целители, ведь клятва Гиппократа давалась для того, чтобы исцелить. И исцелять надо было не только тело, надо было исцелять еще и душу. И те врачи, которые были раньше, настоящие врачи, они задавали много вопросов, а не просто то, что у тебя сейчас болит, и давай мы тебе сейчас вот это пропишем и конкретный отдельный орган рассмотрим и будем его диагностировать и будем его лечить. А как насчет холистичности и так далее, и так далее. Дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели, обращаюсь именно к вам. У нас программа, этот сегмент программы подходит к концу, у нас еще будет несколько программ сегодня, и я хотел поблагодарить доктора Увайдова, это не последняя наша программа, мы обычно встречаемся по вторникам, и на фейсбуке есть эта информация, о чем будет идти речь, и мы будем продолжать наши разговоры с доктором Увайдом, который учит нас, как жить полноценной и здоровой жизнью, используя свой богатый опыт именно целительства, и те рекомендации, которые он сам почерпнул в свое время, изучая труды великих врачей. Я еще раз повторяю, благодарю вас, доктор, я благодарю наших почитателей, наших последователей, наших радиослушателей, и телезрителей, которые будут смотреть эту программу, она записывается, она будет выставлена в YouTube, и любой человек сможет с ней ознакомиться, ну, на этом разрешите тогда, так сказать, откланяться. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова